МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в суде Гульнуржакин. Здравствуйте. Сегодня в программе. Состоялось закрытие вторых республиканских военно-патриотических сборов Айбен. Кто стал победителем на этот раз? Как проходит учеба за колючей проволокой, вы узнаете через пару секунд. Прихожане Майкудука недовольны вместимостью мечети Балахажи. По их словам, мечеть рассчитана только на 900 человек, а людей на намаз собирается около 4000. Зал для мужчин вмещает всего 500 человек. Второй зал около 100. Во время курбанайта люди молятся прямо на улице. Нам нужна мечеть побольше. Прихожане мусульманской мечети Балахажи в Майкудуке нуждаются в новом здании. С такой просьбой они обратились к нам в редакцию. По их словам, Балахажи рассчитана всего на 900 человека, а собираются в ней около 4000. В праздники и того больше. Люди вынуждены молиться прямо на улице, несмотря на погодные условия. Такая ситуация складывается отчасти из-за отсутствия мечети в Пришахтинске. Подробности далее. Придите в пятницу или на Айт. Прихожане молятся прямо здесь, во дворе. Нам нужна мечеть побольше, и чтобы транспорт ходил нормально. Серик Ильясов – один из немногих, кто в конце 90-х помогал открытию мусульманских мечетей в Караганде. Затем работал наиб имамом в мечети Балахажи. Карагандинец помнит, как она строилась. Изначально в нее ходили всего 20 человек. Ремонт каждый год осуществляется за счет спонсоров. Но постройку новой мечети им не осилить. Жители просят помощи у Акима области. Новая мечеть нужна нам как вода. Просим Акима области, Нурмухамбетом Дебекова о помощи. Мы собрали подписи прихожан более 500 человек. Православных церквей здесь как минимум две. Мечеть Балахажи была построена в 1997 году. Жители воздвигали ее за свой счет. Мечеть обслуживает прихожан как с Майкудука, так и с Пришахтинска и Сортировки. По словам имама, жители постоянно жалуются на тесноту. Люди жалуются, что здесь тесно. Они хотят, чтобы построили новую мечеть. Нам это известно. Им действительно тяжело. Жители собрали подписи и направили в очередной раз обращение в областной Акимат. В Управлении по делам религии объясняют, в бюджете не предусмотрены затраты на строительство мечети. Люди должны сами собирать средства. Прихожан обнадеживают. В скором времени в Пришахтинске начнут возводить мечеть. Государство напрямую на сегодняшний день, в соответствии с законодательством, не имеет права финансировать религиозные объединения для строительства культовых сооружений. Это все делается на добровольные пожертвования граждан. Создаются инициативные группы. Местные исполнительные органы со своей стороны готовы оказать всемирное содействие, выделение земельного участка. Также чиновник обещает содействовать в подготовке необходимых документов и проработке технического плана. Сегодня первый заместитель Акима области Сулбек Дюсюбаев с рабочей поездкой посетил город Сарань. В ходе посещения был произведен осмотр капитального ремонта улицы Чкалова и спуск в шахту имени Тусупа Кузембаева. Сюда никто не едет. Они ссылаются на то, что здесь невозможно проехать. Едут, все едут через город. На протяжении нескольких лет улица Чкалова была головной болью саранцев. Из-за грязи и глины весной и осенью здесь ни пройти, ни проехать. Эта проблема поднималась в прошлом году на встрече первого заместителя Акима области с общественностью Сарани. Он обещал эту ситуацию исправить. И вот к капитальному ремонту улицы приступили. Это один из сложных участков, который по максимуму должен быть загружен. Транспортное сообщение, пассажирские перевозки. С него решили начать. На реконструкцию дорожного полотна выделено 600 миллионов тенге. В этом году в порядок приведут свыше одного километра. На это потратят 170 миллионов. В следующем еще три километра дороги. На сегодня производственная мощность нашей шахты объединенной. Проект 1,5 миллиона тонн в год. Асулбек Дюсибаев также посетил градообразующие предприятия Сарани – шахту имени Тусупа Кузимбаева. Он спустился в лаву и ознакомился с производственным процессом добычи угля, а также с комплексом мер по охране труда и технике безопасности. Вчера на проспекте Нуркина Абдирова во дворе дома номер 5 произошло крупное возгорание. Как рассказали сотрудники магазина «Ритал», расположенного в этом же здании, задымление произошло очень быстро. Загорелась крыша бизнес-центра. Работников и посетителей сразу эвакуировали. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Пожары ликвидировали в 17 часов. В тушении было задействовано 17 единиц техники и 88 человек личного состава. К счастью, пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. Пожару был присвоен третий ранг сложностей. Сообщение о возгорании здания поступило в 16.23. По прибытию на место возгорания было установлено, что горит крыша при стройке бизнес-центра на площади 500 квадратных метров. Личным составом департамента ЧАЭС по Карганской области была проведена эвакуация работников и посетителей объекта. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. На территории учебного полигона «Спаск» прошло закрытие республиканских военно-патриотических сборов молодежи «Айбен-2016». 800 человек со всех областей и городов Казахстана в течение пяти дней состязались, демонстрируя не просто блестящие знания и превосходную физическую закалку, а настоящие боевые навыки. На закрытие сезона побывали глава области Нурмухабет Абдебеков и министр обороны Республики Казахстан Имманголита Смагамбетов. Все подробности мероприятия из материала Остерца Занбаевой. Торжественная часть началась с приветственных слов почетного гостя министра обороны РК Имманголита Смагамбетова. В своей речи он отметил самое важное, что благодаря патриотизму будущего поколения мы будем передавать всей стране, новые импульсы чувств любви к родине, которые ежегодно зарождаются здесь. Со своей стороны, пользуясь этой трибуной, хочу призвать вас раскрыть свою креативность через такие технические решения и проекты. Именно такая молодежь нужна нам для службы в армии, те, кто не только сможет овладеть военной специальностью, но и большим творческим потенциалом, у кого сформирована твердая жизненная позиция, способна двигать такими священными идеалами, как честь и доблесть. И форум «Айдон», будучи мощным, мобилизующим началом и уникальной площадкой, где могут встретиться рядом ветераны вооруженных сил, действующие военнослужащие и прогрессивные молодежь, всегда будет служить продвижению этих идей и идеалов. Далее всех участников ждала самая интересная и волнующая часть мероприятия – награждение победителей. Лучшие в состязаниях по военно-прикладным видам спорта, военно-полевой тактической игре, конкурсе робототехники и интеллектуальном конкурсе «Айбен-Дараны» удостоились наград и призов из рук министра обороны. Победителями военно-полевой тактической игры и абсолютными победителями сбора «Айбен-2016» стали воспитанники специализированной школы-лицея города-семей. В целом, общекомандные первые места разделились следующим образом. Среди военно-патриотических клубов лучшим стал ВПК «Батыр» из Акмолинской области. Среди военных кафедр вузов – Казахский национальный аграрный университет. Среди республиканских военных школ-интернатов – специализированная школа-лицея города-семей. На данных сборах мы усиленно готовились. Были трудности, не отрицаем, но с каждым днем наши результаты становились все лучше и лучше. 20 человек. Не каждый мог сразу добиться успеха, но с каждым днем наши успехи были лучше. У нас было в начале 40 человек. Это значит, на каждое место по два человека, и прошли только самые лучшие. Нас опирали по результатам. У кого лучший результат, тот прошел. Особым моментом церемонии закрытия стало принятие торжественной клятвы, после чего был спущен флаг «Айбин» и официально было объявлено «Сбор завершен». После торжественной части гостям была представлена выставка робототехники, где участники «Айбин-2016» демонстрировали свои разработки. Яросыл и Баханов участвуют в сборах впервые. Представляет команду военно-патриотического клуба «Беркут» Карагандинской области. Собирает роботов три года, но масштабная работа первая. На выставке представил робота-спасатель, который предназначен для разведки местности и для спасения раненых из поля боя. На сборку робота ушло около года. Оно управляется через дистанцию. Если оно будет использоваться в дальнейшем, то будет через спутниковое. Есть видеокамерное наблюдение. Через него смотришь, куда ехать. И есть задняя дверь, чтобы открывать. И автоматически выходит носилка, чтобы забрать пострадавшего или раненого солдата. В завершении торжественного мероприятия всех присутствующих ждал приятный сюрприз – показательные выступления. Своё мастерство в рукопашном бою показали воспитанники военной школы «ЖАЗ-УЛАН». А ребята из военно-технических школ продемонстрировали вождение мотоциклов и квадроциклов. Тут же в небо поднялись беспилотники, демонстрируя сложнейшие трюки. А курсанты авиационного учебного центра и молодые лётчики-выпускники военного института сил воздушной обороны показали свои достижения. В завершении в небе появился вертолёт. С высоты более 600 метров парашютисты демонстрировали мастерство. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков поделился своими впечатлениями. Глава области отметил, что сборы в этом году прошли на высшем уровне. Все участники показали себя с лучшей стороны, ещё раз доказав свою преданность отчизне. Думаю, что эти военные сборы для участников, для молодёжи, которая приехала и здесь участвовала, останутся очень ярким воспоминанием в их жизни. А кое-кому из них может быть и определить дальнейшую его судьбу, если они решат связать дальнейшую свою жизнь именно с армией. Будут поступать в военные училища, становиться офицерами и внесут свою достойную лепту в дело обеспечения безопасности нашей страны. Поэтому думаю, что военные сборы они достигли своей намеченной цели. И мы надеемся, что на следующий год состоятся третьи сборы Айбан здесь у нас в Карагандинской области. Асель Сазамбаева и Сламбекус Пан Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Заповедь военного дела «Двигайся скрытно и умело». Их почти незаметно, но благодаря им обеспечена охрана общественного порядка военнослужащих. О работе военной полиции Карагандинского гарнизона расскажет наш корреспондент Лариса Хусаинова. Служба военной полиции на территории воинской части начинается с контрольно-пропускного пункта. Перед въездом в учебный центр боевой подготовки «Спаск» каждая машина проходит тщательную проверку. Предъявить документы, пропуск, показать салон автомобиля и открыть багажник обязан каждый. Там находится у нас кинолог со служебной собакой, где собака обучена на поиск наркотических и взрывчатых веществ. Там у нас имеется специально вооруженный патруль в связи с последними событиями, происходящими у нас в республике, с введением желтого режима безопасности. Мы приняли такое решение о необходимости поставить туда одного человека с помповым ружьем, который сейчас находится на вооружении органов военной полиции. На территории «Спаска» проходил военно-патриотический сбор «Айбен-2016», в котором приняли участие старшеклассники казецких школ и патриотических клубов со всего Казахстана. Ребята в течение пяти дней соревновались в ловкости, меткости и строевой подготовке. Вечером каждый занят своим делом. Одни ровным строем шагают к своим палаткам, другие чистят берцы. А сотрудники военной полиции следят за дисциплиной в лагере. В этом палаточном городке во время учений расселились около тысячи человек. Большая часть из них – это дети. За безопасность и поддержание воинской дисциплины отвечает отдел военной полиции Карагандинского гарнизона. Также под ответственностью военной полиции – сопровождение детей. До места сборов перевозка прошла без происшествий. Мы приехали с Алматы и мы привезли патриотический клуб «Борис». Здесь мы находимся с 14-го, с самого первого дня. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам. Все очень хорошо. Большое спасибо полиции местной. Потому что на протяжении всех дней, то есть я здесь изначально, здесь же также проживаю с детьми, я вижу, как по всем периметрам вокруг лагеря, где бы ни находились дети, они постоянно находятся под охраной. Обеспечение безопасности детей на всей территории воинской части – заслуга отдела военной полиции Карагандинского гарнизона. Лариса Хусейнова, Сламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. В период с 15 апреля по 13 июня 2016 года на территории Карагандинской области проводилась акция по выкупу у населения незаконно охранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов. В рамках данной акции в органы внутренних дел Карагандинской области обратилось 68 граждан, которые добровольно сдали 103 единицы разного вида огнестрельного оружия и 61 патрон к нарезному оружию. На сегодняшний день денежные средства, выделенные на выкуп незаконно охранящегося у населения предметов вооружения, освоены полностью. Во избежание возникновения кредиторской задолженности и исполнение указания МВД Республики Казахстан от 28 марта 2016 года акция по выкупу у населения незаконно охранящихся предметов вооружения завершилась 14 июня 2016 года. У граждан, обратившихся в органы внутренних дел о добровольной сдаче незаконно охранящихся предметов вооружения, их прием будет осуществляться на безвозмездной основе. Они выпустились, но еще не освободились. 48 человек, отбывающих наказание в исправительном учреждении АК-159-18, сегодня получили документ о полном среднем образовании. На свободе, говорят, было не до учебы. Сейчас времени нагнать в школьную программу стало много. Результат радуется учителя хороший, двоек нет. Среди вчерашних школьников нашлись и те, кто решили продолжить учебу и получить высшее образование. Только попозже. Аймам Рина об успехах обучения за колючей проволокой. 48 осужденных закончили в этом году вечернюю школу в АК-159-18 в поселке Карабас. За плечами у них не один год учебы и вот долгожданный выпускной. Сегодня они получили школьные аттестаты. Прощаются со школой 25 осужденных. Еще 18 закончили в этот день 9 класс. Отличников 10 человек. Возраст разный – от 18 до 30 лет. В добрый путь учеников отправляют сам директор школы Нургельда Байдильдин и учителя. Прощание скорее образное. Ученики выйдут отсюда еще не скоро. Наши ученики все старательные. Вот сейчас видели 10 учеников. У нас очень хорошо закончили. Из них 4 выпускника очень хорошо закончили. 11 класса, 6 человек закончили. Хорошо, даже очень хорошо. 9 классов. Правда, применить полученные знания школьникам придется еще не скоро. Сегодня при тюремной школе есть чем гордиться. Бывшие школьники не только отлично закончили учебу, но и разносторонние, развиты. Некоторые удивляют актерскими талантами. Они инсценировали сказку «Колобок» на новый лад. Дурак, можешь понюхать мой кулак? Я по коробу скребен, по сусекам я метен. Я от предков укатился. Турганджан Курбанов закончил сегодня 9 класс. Парню всего 18 лет. Он благодарен государству за возможность выучиться и получить профильное образование. Ведь на свободе он упустил такой шанс. Жизненная ситуация так получилась просто. С какого класса вы ушли? Я с середины 8 класса ушел. С школы не получилось. Полное не среднее образование закончилось. К сожалению. Но я буду там, конечно, жалел об этом. Но вот, слава Богу, государство сейчас дало такую возможность, чтобы отучиться до конца. И дай Бог, если все хорошо будет, будем продолжать учиться в этой же школе. Вадим Гаврилов – круглый хорошист. Он закончил 11 класс. Теперь хочет поступить в местное ПТУ, отучиться на газоэлектросварщика. В будущем хочет открыть свой бизнес. Не успел закончить на воле 11 класс. Здесь вот закончил 11 классов, получил полное среднее образование благодаря нашей администрации. Я очень рад. В дальнейшем, в будущем будем уже развиваться, освобождение, ждать скорейшего. Вручение аттестатов прошло в торжественной атмосфере. Осужденные организовали небольшой концерт. К слову, поздравления в этот день звучали не только в их адрес. Заключенные благодарили и отметили пафосными номинациями своих педагогов и начальника колонии. Со словами благодарности на устах. О, умная моя выпуска, учитель. О, дорогой наш учитель. Эмансипация сделал из тебя трудяга. Ты прекрасна, как чайная роза на южном берегу Крыма. А.М. Амрина Жакслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Компания ТО «Караганды Жарык» решила провести реконструкцию электросетей, заменив старые провода на новые, более прочные и изолированные. Замена будет происходить поэтапно. Начнут жарыковцы из частного сектора. Также компании планируют реконструкцию 75 комплексных трансформаторных подстанций и установку новых опор. Все это благодаря инвестиционной программе 2016-2020 годов. В каких районах города грядут перемены, узнавала А.М. Амрина. Начать работу по замене проводов компания ТО «Караганды Жарык» решила с частного сектора по улице Джамбула. Работа началась с обрезки деревьев, которые зачастую становятся причиной обрывов электросетей и многочасовых аварий. По словам сотрудников компании, частный сектор выбран не случайно. Энергетики в первую очередь заменят провода в наиболее аварийных участках. Зеленые насаждения очень влияют на передачу электрической энергии. Ошуществляется порыв провода при сильном ветре. Знаете вы все, что погода у нас в Караганде очень ветреная, поэтому бригада сейчас занимается устранением. Согласно инвестиционной программе, компания ТО «Караганды Жарык» планирует заменить 10 километров подземных и 12 километров воздушных электропроводов. Последние будут заменены на самонесущие изолированные провода. Они более прочные и не боятся ни ветра, ни дождя, ни зеленых насаждений. Допустим, если раньше кабель лежал 4 на 70 квадрат, то на данный момент мы прокладываем 4 на 185. Тем самым улучшаем надежность, соответственно, у людей будет качественное электроснабжение. Вот ведутся на данный момент такие работы. Также электроподающая организация уже приступила к реконструкции комплексных трансформаторных подстанций, которые служат для распределения электроэнергии по сетям города. Сейчас уже начаты работы на подстанциях по улице Жангозина и Богдана Хмельницкого. В общем, будут приведены в порядок 75 КТП и 5 распределительных пунктов. Кроме того, сотрудники ТО «Караганды Жарык» планируют заменить около 1000 опор. Всего в городе обновят на более прочные кабели 86 километров воздушных линий электричества. Аям Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Уважаемые карагандинцы, приглашаем вас на сельскохозяйственные мини-ярмарки «Зеленый караван», которые пройдут 18 и 25 июня, также 2 и 9 июля 2016 года. Места проведения ярмарок – торговый дом «Юбилейный», район автостанции «Юго-Востока», бывший «Гринмарт», «Урталык», «Пришахтинск», «Феникс», «Сортировка», коммунальный рынок «Гасыр», «Майкудук». На ярмарке будет реализовываться продукция предприятий города и сельских товаропроизводителей области. Мясомолочная, плодоовощная и другая продукция по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. Субтитры создавал DimaTorzok